Ну, скажем, Соединённые Штаты, это хорошо известно, сегодня тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджета всех стран мира вместе взятых. Всех стран мира вместе взятых. Поэтому я прекрасно понимаю президента Соединённых Штатов, когда он хочет часть этой нагрузки переложить на своих союзников по НАТО. Это всё прагматичный подход, очень непонятный. Но меня вот что-то интересовало. На этом саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Но на самом деле это не наше дело. Пускай в основном НАТО разбираются, кому и за что сколько платить, но нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность, делаем это надёжно, с перспективами на будущее. Мы в себе уверены. Но если говорить о НАТО, есть и ваши соседи, которые в свою очередь хотят обеспечить свою безопасность благодаря НАТО. Для вас является ли это знаком недоверия, нечто вызывающее скандальное отношение? Для нас это является знаком того, что наши партнёры, извините меня, и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику. Они не смотрят на шаг вперёд. Нет такой привычки. Уже привычка такая пропала у наших западных партнёров. Когда Советский Союз прекратил своё существование, тогда западные политики нам говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что НАТО не будет расширяться на восток. А некоторые немецкие политики того времени предлагали вообще создать новую систему безопасности в Европе с участием и Соединённых Штатов, кстати говоря, и России. Вот если бы это было сделано, то тогда не было бы тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние годы, а именно расширение НАТО на восток вплоть до наших границ, продвижение к нашим границам военной инфраструктуры. Не было бы, может быть, и выхода Соединённых Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне, а этот договор являлся краеугольным камнем сегодняшней и будущей безопасности. Не было бы, может быть, строительства элементов ПРО в Европе, в Польше, в Румынии, что, безусловно, создаёт угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нарушает стратегический баланс, что само по себе крайне опасно для международной безопасности. Может быть, всего бы этого не было, но это произошло. Назад не открутить, назад плёнку в истории не открутишь. Это не фильм художественный. Надо исходить из того, что есть. Но если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Я думаю, что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе ещё и формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив. Есть перспективы только в одном – в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Значит, война идёт на Ближнем Востоке. Вот о чём надо думать. А мы всё рассуждаем, значит, о том, какие города Россия создаёт. Как раз по вопросу терроризма, по вопросу исламизма, Вы говорите, что можно сделать больше. И что конкретно нужно сделать, что может сделать Россия? И почему не получается объединить усилия совместно с Европой, чтобы достичь целей? У Европы спросите. Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летие Организации Объединённых Наций с трибуны ООН. И призвал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс. Но вот смотрите, после теракта в Париже, ужасного, просто кровавого события, к нам приехал президент Алан тогда. И Франсуа мне, значит, вот мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошёл авианосец Шарф-де-Голь. Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и всё, Шарф-де-Голь развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. Всё, и реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Значит, Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под руководством США. Но вы там разберитесь, кто там старше, кто не старше, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству. Но очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в последнее время всё-таки мы заметили определённый сдвиг. Есть практические результаты. Вот я разговаривал с президентом Трампом по телефону. Он в целом поддержал идею создания зон доэскалации. Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии, имея в виду озабоченности всех стран, которые имеют проблемы вот в этом регионе. Всех именно, и Ордании, и Израиля, и самой Сирии. И, безусловно, мы готовы прислушаться к мнению Соединённых Штатов, наших европейских партнёров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах. Вот надо практической работой заниматься. Вы говорите, что за ними решение, за ними действие. Да, именно так. Так и есть. После теракта в Париже, ужасного, просто кровавого события, к нам приехал президент Алан тогда. И Франсуа мне, значит, вот мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошёл авианосец Шарль де Голь. Потом Франсуа уехала в Вашингтон, и всё, Шарль де Голь развернулся и ушёл куда-то в сторону Суэцкого канала. Всё, и реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Значит, Франция задействована в операциях там, но в рамках международной коалиции под руководством США. Но вы там разберитесь, кто там старше, кто не старше, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству. Очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в последнее время всё-таки мы заметили определённый сдвиг, есть практические результаты. Вот я разговаривал с президентом Трампом по телефону, он в целом поддержал идею создания зон доэскалации. Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив. Есть перспективы только в одном – в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идёт на Ближнем Востоке. Вот о чём надо думать. А мы всё рассуждаем о том, какие города Россия создаёт. Как раз по вопросу терроризма, по вопросу исламизма, вы говорите, что можно сделать больше. И что конкретно нужно сделать, что может сделать Россия? И почему не получается объединить усилия совместно с Европой, чтобы достичь целей? У Европы спросите. Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летие Организации Объединённых Наций с трибуны ООН. И призвал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс. Но вот смотрите. В очередь хотят обеспечить свою безопасность благодаря НАТО. Для вас является ли это знаком недоверия, нечто вызывающее скандальное отношение? Для нас это является знаком того, что наши партнёры, извините меня, в Европе и в Штатах проводят недальновидную политику. Они не смотрят на шаг вперёд. Нет такой привычки. Уже привычка такая пропала у наших западных партнёров. Вот когда Советский Союз прекратил своё существование, тогда западные политики нам говорили. Это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что НАТО не будет расширяться на Восток. А некоторые немецкие политики того времени предлагали вообще создать новую систему безопасности в Европе с участием и Соединённых Штатов, кстати говоря, и России. Вот если бы это было сделано, то тогда не было бы тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние годы. А именно, расширение НАТО на Восток вплоть до наших границ, продвижение к нашим границам военной инфраструктуры. Не было бы, может быть, и выхода Соединённых Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне, а этот договор являлся краеугольным камнем сегодняшней и будущей безопасности. Не было бы, может быть, строительства элементов ПРО в Европе, в Польше, в Румынии, что, безусловно, создаёт угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нарушает стратегический баланс, что само по себе крайне опасно для международной безопасности. Может быть, всего бы этого не было, но это произошло. Назад не открутить. Назад плёнку в истории не открутишь. Это не фильм художественный. Надо исходить из того, что есть. Но если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Я думаю, что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, потом сами себя пугаете, и на этой основе ещё и формулировать. Ну, скажем, Соединённые Штаты, это хорошо известно, сегодня тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджета всех стран мира вместе взятые. Всех стран мира вместе взятые. Поэтому я прекрасно понимаю президента Соединённых Штатов, когда он хочет часть этой нагрузки переложить на своих союзников по НАТО. Это всё прагматичный подход, очень непонятно. Мы… Но меня вот что-то интересовало. На этом саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрали? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Но на самом деле это не наше дело. Пускай это в основном НАТО разбирается, кому и за что сколько платить. Но нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность, делаем это надёжно, с перспективами на будущее. Мы в себе уверены. Но если говорить о НАТО, есть и ваши соседи, которые в свою очередь...